всем привет и сегодня немного о грустном наше и без того богатая сюрпризами жизнь порой подкидывает нам не менее замечательные и удивительные реалии ну вот например такая простая вещь вдруг у вас заболели зубы и перед вами открываются три варианта возможно и больше но сейчас я расскажу о трех возможных вариант номер один у вас есть достаточно средств или возможности где-нибудь занять раздобыть в данный момент вы спокойно дожидаетесь 8 9 часов утра поднимайте трубку телефона и звоните в любую из платных клиник которых везде везде даже в маленьких городках стало очень и очень много что поделать конъюнктура рынок зубы болят у всех и всегда и довольно часто стоматология это как кладбищенский бизнес свято место пусто не бывает и при любых количествах конкуренции всегда есть возможность заработать на кусок хлеба с маслом и с ложкой черной икры и так вариант номер один вы снимаете телефонную трубку набираете номер любой платной клинике и записывайтесь врачу потом в зависимости от вашей очереди вы приходите в клинику оплачиваете и вам лечат или удаляют ваши заболевшие зубы всегда естественно платно и не всегда дешево вариант номер два вы имеете некоторые знакомства среди управляющего персонала центральной районной больницы или любой другой больницы которые находятся в вашем районе желательно знать главного врача или старшую медсестру тогда талончик вам обеспечен вы также снимаете трубку телефона в зависимости от степени знакомства и талончик вам обеспечен в общем то там скорее всего тоже возможно придется заплатить но уже значительно меньше если степень знакомства позволяет возможно платить вообще ничего не придется я не буду касаться ситуации если вы являетесь работником больницы тогда для вас в любом случае должны быть предусмотрены определенные льготы и наконец вариант номер три материального скажем даже совсем не очень а то что есть постоянно крадут бандиты фссп тогда у вас один путь пойти бесплатно условно бесплатно поликлинику и попробовать получить талончик на прием к врачу ну вот это как раз-то довольно очень непросто почему сейчас объясню ну вот взять нашу небольшую вещь город николаевск на амуре и николаевский район дается значит на город дается 4 талончик на район дается 4 талончика или что-то около этого и столько же дается на детей отдельно того получается 10 12 талончиков в день при всем при этом врачей очень мало очень часто врач остается один и поэтому возможность приема весьма весьма ограничена именно вот на бесплатной основе конечно можно прийти и днем сказать я согласен лечить зубы платно в бесплатной поликлинике но подождать все равно придется не имея в общем то средств будучи обкраденным бандитами фссп мой случай как раз относится к случаю описанному номер 3 и вот я пришел сегодня в поликлинику стоматологии одной из отделений нашего гиганта центральной районной больницы города николаевска на амуре и в придя в четверть 6 утра я оказался третий по очереди очередь там весьма очень хитрая штука слышал даже уже у нас в николаевске есть случаи когда свое место в очереди добровольно ее отстоявшие продают за какие-то деньги но это вообще-то болезнь больших городов есть даже такая профессия профессиональный стояльщик в очереди но нас пока это коснулось не очень и так придя в поликлинику в четверть шестого я был уже третьим по счету так как талончиков по городу всего четыре люди которые стоят передо мной вполне могут взять и два и более талончиков в этом и никто не откажет потому что случае все-таки согласитесь бывают разные я имею все основания в общем-то отстоять время длительное совершенно напрасно и так как так как более еще терпимую так как на стенку я еще не лезу решил все-таки повторить свою попытку с лечением зубов бесплатно на следующий день и вот попытку я повторяю спустя два дня пришлось с района где я проживаю приехали заранее город чтобы тут переночевать иметь возможность в три часа утра сразу проснуться и пойти занимать очередь сейчас время 3 часа 40 минут посмотрим насколько наши попытки успешны значит смысл такой чтобы оказаться очереди первым или как минимум вторых вторым что нас в общем то все равно не застрахует от того что мы можем остаться без талончик а у нас в общем то есть небольшой карт-бланш я только вчера это понял что я проживаю де-факто и де-юре в районе а на район тоже как бы положено дополнительные талончики дополнительные возможно даже можно записаться по телефону ну чисто гипотетически но не факт что записаться на самом деле можно и так вот у нас стоматология пока не видно ну через пару часов рассветет хорошо что со мной мой замечательный гаджет чудо 21 века буржуйской техники и можно почитать книжку или поюзать какую-нибудь программку вот у нас наша стоматология включаем фонарик и о чудо мы первые говорю во множеством числе потому что со мной находитесь сейчас вы мои уважаемые зрители сегодня пятница у нас и вот через четыре часа 20 минут поликлиника откроется так как нет палатки нам нужно будет придется стоять без стульчика без палатки и без машины так значит 7 30 даже то есть нам стоять не 4 часа 20 минут а всего лишь 3 часа 50 минут ну в общем то успокаивает успокаивает и вдохновляет собственно запись данного блога не знаю опубликую ли я его она меня помогает запись то что я фиксирую данное происшествие вот в общем то проснуться в такую рань после трудового дня на огороде с полной выкладкой и прийти здесь вот стоят 4 часа в общем то не мой месяц сентябрь уже дело уже идет концу сентября ну что ж я первый и у меня есть все шансы сегодня бесплатно вылечить зуб получить талончик и не очень долго здесь стоять кстати ситуация такая была два года назад я отстоял тоже я пришел пришел я поздно приехал на машине с поселка сюда в город приехал я по половину шестого но был уже я третьим и три талончика всего представляете далее стоял я по талончику значит очередь у меня было пол одиннадцатого приняли меня около 12 вот все это время я стоял ждал но я брал с собой стульчик у меня еще была машина я мог посидеть в машине вот и зуб мне лечить отказались врач объяснил так просто что говорит у меня на каждого пациента по 20 минут чтобы мне тебе зуб вылечить это нужно выстрелить удалить нервы вот потом значит сделать обратную операцию то есть запломбировать а это еще ты должен сначала там походить чтобы там убедиться что каналы вычищены верно то есть у меня ведь нет на тебя времени а могу лишь я тебе только вырвать вот так классно мне оказали помощь пришлось значит срочном порядке искать средства чтобы все-таки зубы зубы лечить 6 тысяч рублей мне обошлась вот эта операция ну собственно врач намекал там на что-то ну я как бы сделал вид что не понял вот никого ни в чем не обвиняю естественно но тем не менее по факту это было так он смотрит на меня чего-то от меня ждал каких-то действий но в кармане у меня было пусто поэтому никаких действий предложить я ему не смог так что сегодня операция в общем так просто вырвать зуб я не думаю что какие-то проблемы возникнут но даже на эту операцию которая в клинике стоит в платной говорят сейчас от полутора тысяч ну даже к сожалению даже этих средств нету напоминаю что бандиты фссп грабят меня полностью и подчистую все что появляется у меня каким-то там образом по счетам у меня все это уходит в пользу бандитов ну и тех кого у них тех кого они крышуют а в дальнейшем еще хотелось бы конечно вылечить один зуб может быть даже два потребуется и подобные вот подобная вот это вот закалка тренировка с выстаивание такой вот очереди вот эта вся процедура ну надо к этому видимо привыкать сегодня мы их привыкаем ладно ждем кто сейчас подойдет ждем людей возможно спросим что-нибудь у них поговорим как им общем то тоже нравится вот это вот наша бесплатная медицина ведь наша бесплатная медицина самая лучшая медицина в мире как нам утверждают вся вот эта вот прогулька по главе с министром медицины министерства здравоохранения вот мы собственно это сейчас и наблюдаем что у нас самое самое все лучшее потом я значит покажу коридоры пустые больницы народа такого конечно нету который тут ломится и там ожидает кусают локти но таких как я их тоже предостаточно которые ждут пробуют все таки воспользоваться своим правом бесплатной медицины которые на деле является гипотетически бесплатной то есть но чтобы получить услугу вам нужно вот такие вот действия провести ну не знаю что еще возможно потребуется какие-то средства для обезболивания ну блин даже этого нету и 2 и 2 на автобус на шкрепку а сейчас у нас городе строится схоже наверное скоро будет достраиваться еще одна больница большая вот я представляю что будет там потому что врачей нет а в россии нет потому что нет собственно условий нет определенного стимула чтобы врачи сюда ехали и все вот эти вот программы которые так хорошо звучат на бумаге пишутся которые должны были бы впечатлить они общем-то впечатляют в другую сторону сюда никто не под каким в общем-то предлогов ехать попросту не хочет будет больница большая трех уже не помню или четырехэтажная и будут будет хорошие говорят оборудование но будут ли те здесь специалисты которые будут способны на этом оборудовании работать или это будет здесь вот сейчас один врач и представляете да себе ситуацию один врач на ну на городок пускай с населением стремящимся к нулю тем не менее конечно это весьма и весьма печально посмотрим что будет сегодня ну об этом и будем вести дальнейшую запись нашего блога на я первый и последний уже не последний ну за получается вы будете вторым наверно если никто не приедет и не скажет а я приезжал в один час ночи и был и занял очередь она вчера получилось что-нибудь хорошо а вообще лечат зубы но если вот допустим не вырвать а допустим полечить бесплатно получится такое получается у меня вырывать надо все мои эти корешки понятно когда вырвать они вырывают а вот вылечить пломбировали то есть стульчики даже есть я получается тоже вот несколько лет назад по моему два года назад при приезжал с собой стульчик брал раскладной за я забыл в этот раз просто забыл кто-то еще идет из тумана так завтра наверно а завтра суббота у нас пятница разу я думал сегодня пятница здравствуйте сколько талончиков дают у нас обычно говорят 4 на город 4 на деревне и 4 детских у детей очень мало да на них меньше талонов дают 2 3 талончик сегодня дело все как на зимовке ну нам говорят что хорошо все как бы особенно от министр по это сама по медицине утверждая что все хорошо все делается для того чтобы как бы там убить куда мы сняли за хорошую работу критиков ну да не но они стараются же видите как педнячек даже вот есть чтобы люди посетят тоже хорошо же хоть хоть гараж есть какой-то здесь ну собственно получается они как бы планы гитлер это выполняют значит молодцы как-то разобраться надо медаль давать я считаю молодцы первый раз я шла около 30 минут за вчера 27 минут вчера 27 минут все до 15 рекорд скажем разу меньше не ну на самом деле они получаются стимулируют на что мы двигались развивались физически когда внуков приносят морить их и ходить не надо целый день бегаешь когда зубы болят еще быстрее можно бегать я вот с красного вчера приехал чтобы вот встать в очередь проснулся в три часа здесь пока там зубы почистил и вот пришел безвести четыре сюда а я вчера нет я вчера не ходил я я ходил два дня назад тоже пришел с утра но я поздно пришел уже я пришел или скажу во сколько я пришел пол пятого и был третьим я прикинул что не факт что я попаду бесплатно потому что были случаи когда первые двое трое брали по два по три талончик ну при мне сказали вот я был еще еще раньше был пришел днем сказали что он был человек он взял сразу с утра два талончика и поэтому только трое сразу щек попали и человек который вот стоял четвертым он получается что он получается стоял цветов с половиной седьмого он говорит пол седьмого пришел с половиной седьмого я пришел где-то часам к 11 и вот он четвертым вот получается шесть часов уже сколько пять часов уже стояла ну такая закалка в общем-то нормально человек почти смена рабочая пять часов там он сколько еще простоял а принимает кто какой врач тот же бегаем александр майорбекович молодец 11 молодой не знаю сколько майорбекович майорбекович майор там написано на станке я у него лечилась и когда вот он это он частной практике занимался он также больницах видимо работал частная практика у него было в в аэропорту где вот у них служебное здание но она же терминалом было на первом этаже был терминал пассажирский там выше там было служебное здание остальные этажи вот и он там принимал ну еще частных клиник не так много практически не было и это еще было лет десять назад но довольно дорого я скажу это было сидела я у него лечил тоже зубы рука легкая у него он хорошо лечит вот он мне поставил помбу тоже бесплатный сати помо поставил она у меня простояла сказал как были полгода и какие-то в среднем постоит надо там бы сам быстро вид ставить мост короче она простояла у меня больше двух лет хорошо поставил но мост я не боится они моста это поставить надо было коронку не успел пломба вылетела буквально от месяца три назад думаю надо коронку надо коронку надо было денег найти денег заработать не дают при фашистском режиме тяжело заработать что-то даже такие небольшие деньги не но гитлеровский режим просто тяжеловато конечно да при том при всем что вроде как у нас страна идет на подъем как бы много позитивного на самом деле но здесь в николаевске еще пока фашистский режим к сожалению царствует ну да ну в мага сейчас подъем у нас остатки леса там вырубает я не знаю такой лес вообще никогда не пилили даже на дрова нет просто задачи стоят уничтожить все чтобы климат здесь еще хуже стал менялся чтобы климат все чтобы люди чтобы вообще ничего не смогли взять зачистка идет полная но чтобы мы отсюда все ушли кто под землю кто уехал кто успел убежать чтобы нас здесь не было у нас уничтожают нашу всю среду обитания чтобы мы не могли здесь жить никак мы ну тем кто видимо заинтересована путин причем вот путин путин везде почему нет у нас здесь у нас здесь стратегическое место замечательные территории у нас тут прям вообще отлично район уникальнейший у нас здесь получается морской район же у нас вот отъехал от города туда сторону с субботина сколько там 20 километров уже лиман еще отъехал чуть-чуть уже море все у нас район смешанного плавания вообще класс выход на море получается и и на восток и и на запад получается выхода к море есть очень стратегический объект четко видимо здесь мы многим мешаем но как бы вообще на территории россии на территории ссср мы мешаем ну всем всему миру а весь мир это что у нас такое это у нас англия сша это вот это весь мир практически считается так но считается что это весь мир поэтому нас отсюда всех вы выжить как только как куда возможно а потом вот если допустим нас отсюда выселить она же здесь уже не рыбу не останется ничего да но выселить там под землю там или еще куда-нибудь кому как повезет а потом появляется это самое братья китайцы там еще какие там продвинутые братья и сразу все появляется здесь у нас рыб заводы сразу это же все восполнимо это можно развести опять появляется у нас тут и леса посадят все появится нормально но уже без нас это все будет это называется замещение населения и вот чтобы народ уже психовал чтобы бунтовал такие вот настроения тоже такие меньшевистские присутствуют дальний восток отделить отделиться и мы станем сами но если мы станем станем и сами мы сами по себе не будем а будем сразу частью китая там говорят двое дальневосточная республика и но и как бы вполне логично двор станет в тот же день станет частью кнр сразу абсолютно народ как бы хочет жизни хороший ну при этом если он забыл что он народ каждый человек себя не ощущая частью народа ничего не будет из-за того хорошего не будет никакой жизни хорошей ничего так что будем стоять ждать да пока вот расцветет денек сегодня обещается хороший туман у вас нет мне надо ночью в школу еще оставить себе завтрак ты готовишь ну вот как один какой четвертый или вторую школу лечить зубы тоже в командировку собираться дом готовить к зиме один дом готовить другой дом готовить печку доделывать огороды подготовить к зиме кусты укрыть картошки убрать да в этом году поздно картошку посадили ну да поздно но ничего кстати урожай считай варду кучит сила у меня еще некоторое еще цветет еще до сих пор ну пускай уже как собрали ну ничего так урожай на картошку нормально в этом году вот единственно что картошка картошка уродилась бобы бобы хорошие горох так то есть не ахти так как бы очень сюда мало взошло у меня посадил такие площади нормальная везде это мало горох морковка кстати морковку три раза пересеивали погода идет погода холодной стоит лето было средней температуры градусов 15 без вопроса интересно почему платные все поликлиники которые касаются стоматологии больницы все работают потому что за деньги а чё когда на вирус на деньги не останется да нет но не всегда она у нас для родины и пожалуйста лечи а я вчера утром занял этому ну с теми на первых семейной стоматологии все она попова и туда занял на этом она дали с андро 3 лечить лечим и тут только на 3 октября на попова по записи а сюда 1 александрова подойдете мессенджер пире и что дальше он нас отведет на тубе щас отведу доктору он вода консультацию просмотрит назначат долго предоставьте долго это назначить цену и назначить время приходите и платить и лечите и сколько же пример обойдется для того чтобы забомбировать один зуб удалить ну тысяч 10 12 не ну это нормально и так это хорошо ли прямые пенсии я закопирую заплатил зубы удалил я даже на мыло не хватит что берёк и намылить но и чё ходи будут зубами и нос мы с мылом да или без зубов ну собственно даже жевать там вам уже будет нечего в общем то что пищу уже не купить зубы будут сохраняться интереса политика условия да это все были старые тренеры допустим брови черно гусы и решительные пустые столбасы и мясо нет на хрен такой дед а девушка врежда так у нас пожалуйста и бесплатное лечение бесплатное образование бесплатно все было да и колхозы совхозы были и пожалуйста и для этих и путевки бесплатно пожалуйста даже здесь николадским заводом в этой патре происходит социальной сеть и николадский был показа да за это как у вот и работал а сейчас это что-то путевку работать и все же путевку купить и дачу движение масштабное на всех уровнях обма сейчас разговаривали рассказывал учиться везде в каждой области куда никто не пальцем сидят враги чинуши чинуши это однослой враги враги народа была такая статья хорошая они уже все сидели в тюрьме всех народ в лагерях вырадуете то чтобы довернуть режим сталина режим сталина вы неплохо волну где сталина найти ну да сейчас владимиру путина ему сейчас тяжело очень приходится вот счастье и радость 6 часов 11 минут вот у нас один человек машине сидит еще вот люди подошли вот 6 часов в 11 минут нас уже подошло 6 человек четверо получат талоны гарантировано два человека под вопросом вот наша вот я вам уже показывал вот наша замечательная поликлиника в которой в данный момент принимается в один врач зубной хороших кстати замечательный специалист дело просто но он всего один вот и вот такое здание ради одного врача это конечно можно было бы кабинетик небольшой в общем то есть достаточно этого было бы и вот у нас тут местная достопримечательность это вот места обратите внимание чтобы люди вырабатывали силу воли чтобы они были здоровы физически крепкие ни одной скамеечки нет вот люди должны стоять здесь чтобы чтобы быть сильными чтобы становиться сильнее духом чтобы мы могли выставить в этой войне его смотрите зато у нас есть такая достопримечательность вот вот пенечек лежит вот добрая душа поставила такой пенечек видите что можно было на нем присесть присаживаться здесь у кого еще ноги работают что не каждый потом встанет с него очень удобное сидение вот здесь можно посидеть отдохнуть сяду на пенек съем пирожок какой пирожок если с зубами проблемы нам не до пирожков и вот здесь вот мы веселимся вот еще кто-то подходит из тумана видите из тумана кто-то выходит николаевский у нас сейчас как в англии опускаются туманы сейчас начнутся опять дожди и вот в этих условиях мы должны вырабатывать вот свою стойкую стойкую силу воли четыре часа в общем-то отстоять еще более менее так не так уж сильно холодно хотя многие уже мерзнут ну что будет зимой я честно говоря даже прогнозировать не берусь но люди многие такой опыт имеют уже в николаевске и этот опыт будет продолжаться при всем при этом вот михаил дегтярёв замечательный парень он сказал что по николаевску у него в целом сложилось хорошее впечатление и вот местная администрация у нас имеет многолетний опыт анилингуса видимо уже стали профессионалами и дегтярёву понравилось он сказал что все хорошо занимаются они этим михаил дегтярёв мы вас очень любим я сомневаюсь что вы это видео посмотрите но пускай посмотрит другие и улыбнуться тому какой у нас замечательно есть человек который будет думать о нашем будет думать будет думать о нашем благе а самое главное я вот счастлив всем напомнить что црб центральной районной больницы это сеть это можно сказать что сейчас градообразующие предприятия у нас как и в охотке и анжела павловна контакова справляется со своей задачей вот очень хорошо глубокий поклон анжеле павловне замечательному специалисту она одна умудряется совмещать себе несколько должностей вот те должности которых я знаю это значит главный врач црб хирург она вот одна заметьте и еще начальник вот отдела по капремонту она то есть и строитель и хирург и главврач и если у нее еще ставки возможно которых я не знаю услышал что 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 у нее 4 ставки вот и представляете какой какой талант какой талант живет рядом с нами замечательный человек я думаю что анжела павловна вполне может претендовать на место президента российской федерации в общем-то слегка как чапаева спросили да а фронтом можешь василий иванович он сказал командовать он сказал малость подучиться надо вот я думаю анжеле павловне тоже малость подучиться вот поработать прямо с дегтярёвым что он тоже здесь замечательный парень знаете что дегтярёв у нас космонавт в резерве вот и такие люди нас окружают я просто не могу не могу просто вот найти время чтобы всем каждому прям в ноги поклониться и сказать огромное вам спасибо за то что вы нас так вот поддерживаете духовно просто вот я коснулся вот сейчас в данном блоге коснулся всего лишь одного аспекта за зубы не навсегда записи not forever и вот даже вот в этом на небольшом казалось бы таком вот в небольшой такой сфере деятельности crb как вот лечение зубов мы здесь здесь на высоте ну по крайней мере наверное первое место в хабаровском крае мы прям молодцы но есть такая песня не забывайте бывает хуже да я думаю здесь надо будет заметочка для себя запустить этот трек такой хули хули ты ноешь такая песня сейчас самое что хорошо кто-то придумал что поликлиника будет открываться откроется для нас по крайней мере у тех у кого уже замерзли все конечности она откроется не 7 30 она откроется для нас 7 часов 10 минут мы проконтролируем это время на блоге покажем да и можно будет согреться чтобы по крайней мере чтобы когда в кресло сядем уже зубного чтобы нас не чтобы нас не трясло прямо от холода я думаю уже будет лучше вот еще люди подходят подходят это нормально вы думаете что этого нужно это вынуждает специально конечно специально хочу думать и ничего работает просто так что ли но не зарплата же получают но они зарплату и туда нет 10 тысяч один зуб стоит вылечить это чё это нормально вы думаете коррупции и коснулась и вот наших святых вот медиков все коснулось всех коснулась ну нас убеждаю что все хорошо мы видим как хорошо в 4 утра занимать очередь это вообще смешно это ладно еще как-то осень и такого зимой че будет не я в 4 я в 4 я пришел без 24 я скажу честно мне смешно не было вот я блин замерз давайте давайте все обменяемся телефонами или какую-нибудь группу одну запишемся в одноклассники все сидят какой флешмоб когда вот будем собираться у кого зубы там болят до поставим палатку в часа 4 лучше часов 2 будем греться а я скажу почему на митингах внимание не обращают потому что на этих митингах отсутствует главное а вы я давайте скажу вот результатом любого народного собрания схода да но митингом будет то собрание как не назови да является вот на выходе должен то есть люди собрались что-то поговорили покричали пообщались на выходе должен появиться некий документ он называется протокол в котором должны быть четко изложены требования вот этого народного собрания и в конце протокола там как можно должен был быть должен быть председатель собрания секретарь который все это записывает да и потом люди подписывают этот протокол то есть этот реестр потом прилагается к протоколу вот этот протокол является документом который составлен народом да при его участии и который согласно федерального закона о местном самоуправлении согласно статьям 1 3 конституции российской федерации он обязателен к исполнению теми кто над нами стоит как бы ну как бы нами избранный если такого документа нет этот митинг это собрание она просто остается ну просто сотрясением воздуха и с брасником для вот этой вот накопившийся негатив негативной энергии скажем так то есть разрядка определенная все обратите почему не собрал народ почему просто проехал что тургал что у дегтярёв все приедут проехали ой дороге у вас хорошие по советских провезли полночатки так вы проедете вон там а вы помните как вот приехал первый раз первый раз как как первый раз приехал сюда к нам фургал его встретили 1 в первой поликлинике црб там народ стоял хорошо ролику записал человек мы его сюда врежем его в блок он сказал первое ему каскалит врачей нет там тапочек этих бахил нет он сказал так постоял так сказал ай-яй-яй-яй-яй и вот это вот ой-яй-яй-яй-яй продолжается он четко четко выразил вот это вот позицию ай-яй-яй да все вот что был ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй а дегтярёв к нам приехал он сказал что у него по николайску сложилось хорошее впечатление кто его встретил его встретила наша дорогая любимая нами всеми администрация ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Михалыч Леонов, вам вот низкий поклон от нижнемурского всего прям блогерства, я не побоюсь сказать за всех, я Роман Зайцев, живу на ДВ, многие знают, многие смотрят, вам от всех, от всех большой, большой поклон. Вот мы стоим, стоим на тротуаре, я думаю, что еще будет нас подойдет народ и будет, я думаю, недовольство и возможно будут сегодня крики. Подойдите к врачу, договоритесь, если он примет вас, дать вам повезло, нет, приходите завтра. У вас прав. Я подошел к врачу два дня, два или три дня назад, я сказал, у меня острая боль, можете меня принять? Я подожду там, сколько там нужно, два-три часа. Он сказал, посмотрел на меня, сказал, острая боль, вы смешите меня. Я понял, я понял, что он может читать человека на расстоянии, он может посмотреть, так, у вас нет острой боли, у вас нет. Я говорю, ну вы-то говорите, потому что я, наверное, улыбаюсь, я наоборот, когда болит, я улыбаться стараюсь. Вот, он сказал, ну не смешите меня. Можно было сказать, как в мультике, не смешите мои подковы. Так что, вот у нас такие врачи высокого класса, они прям могут прям на расстоянии смотреть, так, у этого болит, у этого не болит, так, у этого порог сердца, а у этого все хорошо. А больше бы таких циферей? Да, если бы, да. Если бы, наверное, занятие дуба лечить. Если бы, да. Вот, я думаю, что, я думаю, что Кашпирожский бы нам сейчас помог. Не, ну есть же секс по телефону, да, почему нет людей ни одного по телефону. Уважаемый Минздрав, мотайте эти вещи на ус, на ус, на ус. Если у кого-то нет усов, мотайте на уши, и когда усы вырастут, перемотайте. Да, уже навешали, да? Такие советы жителей. Введите такую новую медицину, медицинские услуги по телефону, запись на госуслугах, и я думаю, что народ к вам потянется. Да какие 10 тысяч, 100 рублей в кармане не всегда найдешь. На автобус с Красного, там, приходится себе в чем-то отказывать. Либо хлеба купить, либо с Красного на автобусе в город приехать. Вот о чем я и говорю? Нет, но это же, но это же все способствует закалке нашего духа. А вдруг можно его уже закалять? Нет, дух закаливать можно всегда. Его нужно закаливать, потому что, если в стране не хватало гвоздей, гвозди бы делать из этих людей. Так сказал классик Маяковский. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в три часа пришел без 24 чтобы быть первым я не говорю что у меня болит сильнее всех ну просто я живу в красном и не могу ходить каждый день чтобы дождаться чего-то ну вот посмотрим сегодня чем все это закончится удаляю свой зуб больной не удалю ну и попробуем какую-то перспективу что еще хочется и полечить что осталось с пищей все равно не очень хорошо желать очень-то особо нечего ну тем не менее хочется чтобы не болела ничего все-таки здоровье у нас присутствует большая часть у тех у кого есть материальные для этого возможности чтобы зарабатывать нам нужны рабочие места рабочие местами у нас николаевский напряженка такая в меру В половину восьмого откроется вот этот ресепшен и страждущие будут сюда подходить. Кстати, дам всем хороший совет. Карточки всегда носите с собой, никогда не оставляйте, потому что, не знаю почему, к злому умыслу карточки, по крайней мере в НЦРБ, имеют такую тенденцию куда-то исчезать. Видимо, это связано с тем, чтобы люди не имели истории болезни, то есть все здоровы. Поэтому карточки носите с собой под любыми предлогами. Продолжение следует... Вот я думаю, позвоним по этому телефону, напишем на сайт, куда нам вот этот вот наш блок разместить, чтобы показать уважаемым нашим товарищам. В общем, ну как не товарищам, господам из контакт-центра. Как у нас тут замечательно оказываются медицинские услуги. И тоже... Не, боже упаси, верши мы их не будем. Хотя коммунисты говорили, хорошим, хорошим вредителям, хорошие столбы. Поэтому господам из этой вот группировки им тоже низкий поклон. И вот... И вот настал счастливый миг. Мне дали талончик. Вот на основании вот этого волшебного мандата я сейчас смогу бесплатно удалить зубы. Вот. Я похвастаюсь тем, что у меня есть. Карточки моей нету, что и предполагалось в общем-то. Завели новую. Ну вот с собой я ношу вот такую вот карточку. Всегда с собой. Она тоненькая. Ну хотя бы какая-то история болезни у меня теперь фиксируется. Что лечили, от чего лечили. Вот четыре талона сегодня было. И больше талонов нет. То есть те, кто пришел пораньше, кто имел возможность такую. Вы их видели. Талончики получили. Кто пришел попозже. Вот. Кто в машинах отсиделся. У кого они были. Те уже соответственно будут пытать счастье в понедельник. Я специально взял талончик, попросил чуть попозже на 9.20. Чтобы иметь возможность непосредственно перед приемом почистить зубы. Так как подвержен я очень вредной и пагубной привычке курения. Кстати, курение очень неблагоприятно сказывается. Как на всем здоровье в целом. Так и конечно на состояние зубов. Потому что ни для кого не секрет, да. Что никотин это еще полбеды. Также очень много разрушающих веществ. Еще учитывая то, что состав так называемого табака. Который в себе табака не содержит. Многие знают, что это всего лишь бумага. Мелко нарезанная. И пропитанная вот этим вот составом. Который мы курим. И в число веществ. Которым эта бумага напитана. Входят боевые управляющие вещества. То есть боевой газ. И я думаю, что... Один из моих блогов. Следующих будет. Блог. Избавление от курения. Хочется еще выполнить такую группку в соцсетях. Не знаю, какая будет наполняемость. КБК. Клуб бросивших курить. Потому что, как сказал Ален Карн. Когда только вы докурили очередную свою сигарету. Между тем, как вы сигарету выкурили. И как закурили новую. Вы являетесь не курящим. Так, ну это будет тема для следующего. Продолжение следует. Под однос begin, что вы все готовы. Не заisode 6. Выпрометли за серию ту 화목. так и вот свершилось то ради чего я потратил сегодня несколько часов ради чего я мерз с утра пустая длинная очередь потому что у меня не было средств удалили мне зуб и довольно сложное было удаление с выколачиванием для меня тоже человек удалял зуб тоже было очень сложное удаление сейчас еще будет долго сказали болеть травма но тем не менее что хочется вот сказать заканчивать данный блок извините я не совсем фотогеничен сейчас после удаления сказали еще раз кухнет весна все-таки вот наши врачи вот делая вот эти вот помогая нам они очень я считаю это очень самоотверженный труд имеют хорошую заработную плату лишь те кто управляет отделениями заведующие начальники отделений и да те кто совмещает массу ставок кто умеет так все это грамотно разрулить свою сторону естественно понимаете да совмещая массу ставок не будет порядка ни в одном то есть нельзя усидеть одной попой на на нескольких креслах нужно делать что-то одно вот сейчас говорили что в развитых так сказать больших развитых скажем так городах грамотные так работают специалисты но у них вот например стоматологии они узконаправленные то есть один зубы дергая другое лечит такие то значит вот заболевания там пломбы и так далее несколько узких специализаций каждой специализации получается уже они вообще супер мастера экстракласса у нас здесь вот один врач он занимается практически всем вот сейчас вот александр марбекович сделал такую вообще просто практически провел операцию вот по удалению зуба там несколько несколько было надломов он все эти корешки повыдернул не махнул там рукой не оставил ничего что-то загнивало чтобы сделал все четко тут же он и может и значит зуб грамотно вылечить вот прочистить каналы там запломбировать грамотно вот его пломба которую допустим он поставил бесплатно причем поставил мне держалась больше двух лет пломба которая поставил за деньги отдал 5000 рублей она прослужила у меня четыре месяца как бы выводы делайте сами поэтому то что вот я здесь в этом блоге записал это не к тому чтобы там кинуть камень в сторону врачей нет врачи непосредственно те кто занимается лечением они выполняют поистину самоотверженный труд это труд с большой буквы все вот весь корень наших заключений то что вот сегодня я показывал то что происходит утром то что наблюдается мне говорят я еще не ходил в первую поликлинику да люди тоже нам стоят с утра занимает очереди чтобы получить вот вот талончик на прием к врачу это все зависит не от врачей врачи и так делают все возможное чтобы вот нам помочь в первую очередь здоровья как бы в наших руках мы должны как бы сами за ним следить что мешало общем-то мне поставить коронку во время чтобы вот этого не произошло что мешает другим поставить коронку во время все правильно отсутствие денег ну вот и ищите среди тех кто нам собственно не дает возможности заработать деньги а когда мы зарабатываем деньги подбегают прибегают бандиты и отбирают у нас эти деньги причем даже не бегая сейчас у нас век цифровых технологий достаточно просто найти и арестовать все счета и выдергивать их деньги путем принятия судебного решения судя неким судом который мы тоже знаем является коммерческой фирмы вот где источник всех наших бед те самые бандюганы которые стали над всеми нами и и во всех возможных везде куда ни ткни пальцем во всех возможных областях видимых и невидимых находятся вот представители вражеских сил ну скажу всем на мозолевшую фразу представители пятой колонны везде 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 они в строительстве они в медицине они в образовании и во всех мелких специализациях от этих вот описанных направлений они и правоохранительных органах в добывающих в рыбопромысловых везде и здесь везде и хотелось бы в общем-то резюмировать что все-таки почет тем людям кто занимается именно делом как у нас да один с сошкой а семеро с ложкой вот и так происходит вот работают врачи как пчелки обрабатывает весь этот аппарат огромной все вот это вот медицинское министерство те сидят и придумывают и новые козни как бы еще одна этих врачей навалить всякой всякой еще дополнительные работенки чтобы им жизнь малиной не казалось поэтому давайте не будем ругать врачей давайте будем приходить приходить давайте будем приходить занимать очереди давайте учиться реализовывать права которые нам даны согласно законодательства права же у нас есть но механизм реализации данных прав весьма и весьма несовершенен поэтому давайте собираться возле больниц давайте будем занимать очереди давайте как-то коммутировать как-то какие-то возможно мы примем решения какие-то возможно сумеем создать документы вот о чем я уже говорил по поводу вот народных собраний да не одно народное собрание практически ни один митинг не порождает никаких документов протоколов то есть обязательных к исполнению власти не порождая протоколов собственности эти собрания не порождают никаких правовых последствий и поэтому вот то что люди собираются по утрам занимает очереди да в медицинские учреждения это ведь все замечательный повод для того чтобы тут же на месте провести народное собрание в изолированном виде данное решение будет обязательным для исполнения органами самоуправления и органами управления поняв как бы все это нужно это все теперь в дальнейшем реализовывать процесс реализации в общем то возможен так что всем добра здоровья мира в ваших семьях осознание текущих процессов и самоосознание дорогу осилит ведущий Роман Зайцев живу на ДВ всем пока всем пока в-kk и в-м-м-м-м-м-м и в-м-м-м-м-м воин мы поем бесплатно потому что все принципы Володки это наши принципы а его сердечные порывы Володя мы с тобой Кто ни разу не был в дупле Кто не видел в лицо пульпит Тот о трудностях и борьбе Лучше пусть помолчит Лучше пусть постоит в углу Вспомнит маму и всех родных Кто в тесну не втыкал иглу И не рвал коренных Простора и света нет Корни там сидят толстые И пульсирует нерв Ты сожми верный бур в руке Посильней под наш мистовик И рванется в лицо тебе Очистительный клин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok